Всем привет! Это подкаст «О чём говорят женщины». Вновь встретились. Прикрасавицы Юлия, Анастасия и Юля. Привет, девочки! Всем привет! Привет! Мы сегодня будем обсуждать тему классную, которая касается очень многих женщин. «Жизнь до и во время декрета». Жизнь ли? Меняется она, не меняется? Что вообще с этим связано? Но на старте мы решили, что нужно точно проговорить один очень важный факт. Что декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком – это два разных отпуска. Да, Юля? Абсолютно согласна. И они кардинально отличаются, так как один у нас идёт с ребёночком, ещё находящимся внутри мамы, а уже после – это тот малыш, который учит и, собственно, даёт возможность заботиться о себе не только маме, но и всем остальным в семье. И тут я вступаю и говорю, что я этого не знала. Ну, не то чтобы не знала, но просто когда в целом ты слышишь слово «декрет», ты такой, ну, это всё, вот как забеременел и всё, пока не родил. То есть в целом как-то. А то, что это реально как-то разграничивается, для меня это какое-то маленькое открытие сегодняшнего дня, поэтому давайте, рассказывайте уже мне. Ну, скажи, если вы официально устроены на работу, работаете, то, получается, в момент вашей беременности наступает ещё один немаловажный момент, когда работодатель просто обязан отправить вас в декретный отпуск. На каком этапе это наступает? За два месяца, да, до родов. Это прямо официально. Официально, да. Всё, и ты отправляешься донашивать ребёночка, рожать, и вот в момент, когда ты родила, всё, начинается твой следующий отпуск по уходу за ребёнком. Отпуск за отпуском. Просто красота. И за одного в другой, да. Урор. Есть ещё лайфхаки, Настя. Да, кстати, мне кажется, что многие могут раньше выходить, как будто бы я вот вижу, что это не два месяца. Когда девочки специально подгадывают и берут свой обычный трудовой отпуск, который не выгулили, не догуляли, его приурочивают к отпуску декретному, и он становится больше. Правда, красота. Ещё это можно подключать больничных, и он становится ещё больше. То есть, по факту, на каком этапе можно уже отчалить? Ну, таким образом, в зависимости от твоих сроков отдыха, отгуленных, неотгуленных, возможных больничных, 3-4 месяца себе смело можно приписать до начала встречи с малышом. Ну, опять-таки, а есть ситуации, когда мы видим это, что женщины работают, если они до последнего дня, там, с работы еду в роддом. Это, скорее, они трудоголики или у них нет выбора в каких-то ситуациях? Как у вас это было по вашему опыту? Ну, ощущение, что в настоящий момент это больше уже желание женщин, потому что нет таких рамок. Строгих, да? Да, конечно же. И всё на законодательном уровне установлено так, что ты вполне спокойно имеешь право уйти. Чаще это личная инициатива, может быть договорённость с руководством, что нужно завершить какие-то проекты. Если это не ущерб здоровью, почему нет? Можно и поработать. Я первый раз работала до последнего, и все звукорежиссёры, которым я попадала на смены, они просто падали в обморок, потому что они очень боялись того, что я здесь и сейчас начну рожать. Интересно было. И я больше успокаивала их и говорила, мы сейчас появимся. Вы, парни, не переживайте. Я держусь. Думала я, что всё под контролем у меня. Но это было очень глупо с моей стороны. Второй раз я уже так не поступила. Я официально, вот когда начался декретный отпуск, вот я встала и вышла. И не ходила там, не эфирила до последнего, как я это делала в первой беременности. Есть ещё случаи, когда у девочек бизнес. Правильно? У женщины свой бизнес, да. Нет, никакой. Она сама себе работодатель. И они работают до последнего. У меня есть такие знакомые девочки, подруги, которые вот из области... Я вот сейчас последний отчёт заполняла, в машину села и поехала рожать. Сумка всё время была наготове в машине, в роддом. Ну, я могу сказать, я за шесть дней до родов закончила свою работу, причём ответственные моменты. Вот, ты просто понимаешь, в моём случае это было так. Я всегда удерживала в голове информацию. Успею, не успею провести последние конференции, финальные занятия, с точки зрения, что ну нет, так нет, отложишь по уважительной причине, потом через месяц завершишь какие-то моменты. Да, поэтому, конечно, ты подстраиваешься, чувствуешь себя и почему нет? То есть, скорее, это было твоё желание просто, а не то, что это надо. Желание, ответственность с долей понимания, что если ты начнёшь рожать, то ты здесь хоть вот как, ты захочешь, не захочешь, заставят, не заставят, ты просто отложишь все дела чуть-чуть на потом и подумаешь, как их завершить после. У тебя так было и в первую беременность, и во вторую? Нет, вообще нет. Юль, мне кажется, знаешь, мы с тобой сейчас, как Инь и Янь, у тебя два опыта декретного отпуска на контрасте. Вот у меня то же самое, только в обратном порядке. В первом я наслаждалась, кайфовалась четвёртого месяца, ощущение мне было, что очень много дел нужно переделать именно для подготовки. Во второй же беременности у меня было абсолютно наоборот, за шесть дней я завершила и считала, что, блин, кайф, уложилась, сделалось всё вовремя, всё, можно рожать, можно уходить декретный отпуск. Ты просто отгуляла в первую беременность, этот весь декрет как бы за второй. Сто процентов, да, я немножечко заимствовала туда. Ну, а я решила, видимо, уже была повзрослее, поопытнее, решила, что я больше такого совершать не буду. И, Юля, иди уже спокойно, ты в декретный отпуск и наслаждайся собой, жизнью, беременностью. Вот, но у меня как-то, мы об этом будем чуть позже говорить, о физике вообще, от неё никуда не деться. Это тоже прекрасный опыт на клеточном уровне. Я думаю, Юля своим поделится, я своим, может быть, ещё какую-то статистику поднимем. Но давайте немножко ещё теории очень хочется выдать, потому что, оказывается, тут такая статистика есть, ну, по мне так страшная, что существуют, Юля и Настя, работодатели в природе, которые вот прям морщат нос и как-то очень негативно относятся к нашему декретному отпуску. В основном эта история в банковской сфере присутствует и в медицинской. Это данные опроса, проведённого сервисом «Зарплата.ру». И, кроме того, ещё негативно воспринимают декретный отпуск на производстве в консалтинге, транспорте, логистике и госслужбе. Также мы как-то обсуждали с вами, более 70% женщин, а по мне так это огромная цифра, сталкиваются при устройстве на работу с вопросами о будущих семейных планах, о будущих беременностях и родах и так далее. И чаще всего с вопросами о будущем материнстве сталкиваются соискательницы в возрасте от 24 до 35 лет. И в 73% случаях девчонкам приходится врать. Утручающая статистика. С чем это связано? Наверное, это тот конвейер, где просто смена кадров, это дополнительная нагрузка, и никто не сильно хочет ей заниматься. Потому что как по поводу выплат, каких-то ущерба материальных для официальной госструктуры, это не имеет никакого отношения к работодателю. Для работодателя, да, абсолютно. Конечно же. Кстати, для меня это еще одно открытие, потому что я всегда думала, что почему работодатели так не любят декреты и спрашивают всегда нас, хотите ли вы иметь детей. Потому что они платят из своего кармана, но оказалось, что это не так. Им все компенсируется. Тогда вопрос, почему они играют на этом и все равно делают недовольную мину. Это как-то даже вообще некорректно получается. Абсолютно. И ни о чем не обосновано. Я согласна. И я думала, что в 21 веке уже такое не случается. Оказывается, вот, свежая статистика, это сплошь и рядом. А скажите мне, пожалуйста, как фактор того, что женщина забеременеет и идет в декрет, является более ненадежным, чем обыкновенный человек, а пусть это будет мужчина или женщина, который просто через два месяца решил поменять сферу деятельности или там мимолетно улететь на Бали, например. Навсегда. Конечно же. То есть человек, который в принципе живет с семейными ценностями, какими-то вещами, по мне так это более структурированный и как-то прогнозируемый человек, который думает о будущем, как минимум. Поэтому вот, мне кажется, возводить в категорию недоверие и вот такой сомнительной перспективы имеет сотрудника, который в планах появится ребенка. Кстати, к слову, комичный диалог. Очень часто гуляет на просторах интернета, когда молодые... Ну, конечно, краски сгущаются и утрируются, но как факт, да, при вопросе трудоустройства тебя сначала спрашивают, планируете ли вы детей, если вы молодой. Когда вы уже не молодой, там, ну, не сказать, что не молодой, но это возраст, там, 25-27, говорят о том, что вы часто будете ходить на больничный, так как у вас есть ребенок. Потом в ожидании ближе к 32-го ребенка. То есть, получается, ну, не зря народ это все собирает, потому что это имеет место быть. Особенно про 70%, я немножко просто в шоке, поэтому... И при этом, если уже говорить о... делать какой-то глобальный заход, да, то политика государств как таковая, давайте улучшать демографическую ситуацию в стране, она просто разбивается о вот эти глыбы от работодателей с некорректных, нетактичных вопросов и вообще понимание каждой женщины о том, что так, я вот сейчас или работу нормальную потеряю, или вот рожать пойду. Да, как будто ты должен выбрать, да. Ты постоянно, да, вот на вот этих весах сидишь, и это очень странно. Ну, вот знаете, как некоторые же уходят там внутри декрета, там, решают еще потом, да, пойти за вторым, так сказать, и что, получается, многие там по 5 лет могут сидеть в декрете. Ну, для меня это скорее вот как будто со стороны работодателя это вообще им не выгодно, но опять-таки, если им все это компенсируется, то, ну, в финансовом плане, что это как будто бы не так страшно, но в целом... Тем более, что те микроскопические выплаты, которые уже положены мамам по рождению ребенка, и ребенку, собственно, положены, они работодателя не касаются вообще никак. Ну, то есть он даже не участвует никак в этом процессе. Если в декретные он выплачивает сначала из своих денег, но потом ему государство все это возвращает, то вот с выплатами на маму детей это уже вообще не про работодателя даже, нисколечки. А случаи, когда женщины специально подгадывают так и устраиваются на работу, чтобы потом у них были классные выплаты? А вот может поэтому их медицина и банковская структура недолюбливает? Скорее, да. Ну, потому что многие же реально получат немалые деньги и кайфуют на них, и особенно, когда если устраивают себе какой-то дополнительный отпуск, с этими больничными, с невыголенными отпусками, что это неплохо. Настя, ну подгадать второго ребенка, по почти погодке еще кайфовать, у меня вот эти вот три слова, они как-то вот... Кайфовать туда не подходят. Они вообще не вяжутся. У нас есть очень классные органы в теле, это рот и уши. Ну вот можно прям вот ртом в уши что-то доносить, говорить друг к другу и договариваться. Юля при нашей еще не микрофонной встрече очень привела хороший пример про девочку и договоренностях с работодателем на два года. Расскажи, пожалуйста. Наверное, подруга, моя коллега, устроилась в IT-компанию в Санкт-Петербурге, и при условии трудоустройства, это была частная компания, малого частного бизнеса, ей напрямую работодатель сказал, очень перспективно интересный ты сотрудник, готовый в тебя вкладываться, готовый развивать и работать на повышение, но с учетом того, что мы будем понимать, что хотя бы два года ты не будешь уходить в декрет. На что это совпадало с планами моей подруги, он сказал, да, без проблем. То есть у нас с мужем, в принципе, как раз такое видение. Два года отработав, она совершенно спокойно переложила обязанности и ушла в декрет. Забегу наперед, она через полтора года вернулась обратно к своим обязанностям. Вот таким образом, в принципе, если это комфортное отношение человеческое, когда у тебя нету страха, и ты действительно волнуешься, переживаешь, как это вот скрыть какие-то моменты, да, напрямую обсуждается вещь, почему нет. Понятно, что есть фактор случайности, но тут это уже совсем другая история. Ну, понятно, мы сейчас о нем не говорим. Это вот тот самый идеальный для меня случай и высший пилотаж, когда люди смогли договориться на берегу. Сто процентов, да. И, по-моему, это прекрасная практика, и все должны этому научиться. Да, чтобы не было такого впечатления, что я забеременела, это плохо для моей карьеры. Это партнерские отношения. У компании есть цель даже не IT, а просто, да, вывести чему-то. У любой, конечно. И вы же наверняка сталкивались, когда приходите или трудоустраиваться, или вот какие-то вот диалоги идут на собеседовании, вам рассказывают, какая компания, к чему она стремится, чего они хотят, какую функцию вы будете выполнять, да, непосредственно. Но при этом обратную связь чаще всего, что вы хотите получить. Если вот честно сказать, что ты хочешь получить, да, допустим, там, опыт на полгода, на год зарплату, еще что-то, это вообще упрощает. Кстати, мне кажется, в современном мире, что, вот как ты говорила, там, человек может через два месяца перехотеть работать на этой должности или просто рандомно улететь на Бали, то это скорее рабочий вариант, чем то, что там человек забеременеет, ну, женщина, извините, женщина забеременеет и уйдет. Ну, как будто бы сейчас больше все такие... Я бы этого, короче, боялась на месте работодателя, чем то, что вот в первую очередь она забеременеет. Мне кажется, что вот сейчас уже картину мы нарисовали, да, она есть на с работодателем, как это все происходит, местами еще в нашей стране, как мы поняли по статистике, странновато. Вот, но будем надеяться на то, что вот таких примеров, которые привела Юля, будет с каждым днем все больше и больше. И давайте тогда уже перейдем. Я предлагаю, вот, все случилось. Нормально мы договорились с работодателем. Все друг друга любят, все остались при своих интересах и в хорошем настроении. Беременность случилась. И какие открываются новые горизонты? Во-первых, наверное, нам стоит обсудить сейчас хотя бы чуточку физиологию, да, что происходит в этот период и такой ли он зефирно-ванильный. Ну-ка расскажите про гормоны. Как вы перенесли это? Вас качало на эмоциональных качелях? Ну, не без этого. У меня ощущение, что это было гармонично. То есть на моменте, когда тебя качает, ты не понимаешь, что тебя качает. Вот понимаешь, в чем, Настя, вопрос. Когда ты говоришь про гормоны, теоретически, потом проанализировав ситуацию, ты можешь, в принципе, выявить, что ага, это было немножечко нестабильно, это немножечко было странновато и опасно для семьи в эмоциональном плане. Но в тот момент ты этого не чувствуешь, тебе правда кажется, что есть какая-то сложность, есть какая-то проблема, есть какая-то... Допустим, вот у меня был момент, когда мы приехали первый день из роддома, и в первую же ночь, когда нужно было просыпаться, раз в четвертый, я такая думаю, что-то мы поторопились, а нельзя обратно все отмотать. Просто, несмотря на то, что долгожданно, все, ну, по любви с ребенком, но это правда есть, это вот психика качается, и это нормально. Потому что женщина и так уже, я считаю, что измотана беременность. Я сейчас про себя буду рассказывать тоже, у каждого там по-разному случается, это все абсолютно разные сценарии. Но тем не менее, ты 9 месяцев бросал все силы моральные, физические, на то, чтобы твоему пузожителю было кайфово. Потом ты в родах. Тоже такой очень интересный процесс. И потом ты с Манюнечкой выходишь, приезжаешь домой, и там тоже начинается... Следующий уровень. Следующий уровень. И не знаю, я вот... Обе беременности, они у меня были немножко разные в плане... Вот в первую у меня не было токсикоза, Юль, вообще. Ну, я не знала, что это такое. Но у меня очень низкое, Настя, давление. И все врачи обе беременности падали в обморок и постоянно пытались меня закрыть на сохранение, что с таким давлением невозможно самой ходить. А уж вынашивать ребенка, это вообще... Ну, это как? А я ходила нормально, у меня все в порядке. Я же понимаю, это уже адекватный человек, я же оцениваю ситуацию себя, свои силы, и понимаю, ну, не хочу я на сохранение. Хорошо, мы живем, все. Все у нас полно в порядке. Да, да, по самочувствию. И единственное, что мне было непонятно в обеих беременностях, это токсикоз во второй беременности, ну, я думала, я сдохну, честно. Первый триместр меня колбасило страшно. Я очень плохо себя чувствовала. И я не могла ничего не есть, не переносить какие-то ароматы и запахи. Ну, Юля, я не знаю, ты проживала токсикоз? Был у тебя, да? Я сейчас тут вздыхаю и сижу. В общем, она меня поймет. Я надеюсь, Настя, что с тобой этого не случится. Бывают женщины, которым он не прилетает вообще. Волшебницы, видимо, какие-то. Ну, как у меня в первый раз ничего такого подобного не было. И я вам говорила, это последние дни обеих беременностей, потому что, ну, это уже невозможно. Оба раза огромные животы, огромные, я вам даже передать не могу, насколько. И оба раза мне уже под конец хотелось убивать. потому что это тяжко, потому что уже хочется быстрее родить, потому что я перехаживала обе беременности. И по мне так это было прям вообще неприкольно. Всё. Знаете, я вас слушаю и думаю, респект женщинам, которые, ну, даже я не беру декрет, когда они уже уходят там. А в целом, в процессе беременности проживает женщина много состояний, новых для неё. Где-то ей не суперклассно. И когда женщина работает параллельно, это вообще суперуважение. Потому что работать и сочетать вот это всё, это определённая сила должна быть. Конечно. А те, кто работает вплоть до беременности, это ещё двойное уважение. Я сразу всё дала понять, сейчас Юля расскажет, как было у неё, что я храм в данный момент. Моё тело храм. Что-то тут сделать не так, сказать не так, посмотреть не так или ещё что-то, что вообще нарушит мою гармонию и так далее. Нет. Откликается очень, особенно на моменте, когда ты рассказывала про токсикоз. Это самый омрачающий период, который был у меня в первой беременности. На моменте, когда я уже была на финишной прямой, я нашла вот одну такую женщину очень интересную, акушерку, которая рассказала причину токсикоза. Не знаю, насколько это для всех ориентируется, но она именно акцентировала внимание, что это отсутствие чистоты в организме. То есть настолько зашлакован, что ребёнок, когда находится первые три месяца без плаценты и напрямую поступают питательные вещества, он как бы защищается. И вот всё, что вредное у тебя есть, у тебя всё вылетает. Я думаю, ага, я это учла. Думаю, в следующий раз, когда буду беременеть, я обязательно сделаю чистку. И, собственно, потому что это тяжело, это выматывает. Ты худеешь, ты не хочешь ничего. То есть в этот момент вот тающие килограммы, они не то, что тебя не радуют, но ты просто теряешь вообще вкус жизни в прямом приносном смысле. Точно. Я на моменте, когда, это, кстати, моя вторая беременность была на карантине, я везде ходила в маске. Но не потому, что я была законопослушным гражданином, а потому, что я реагировала на все запахи. У меня муж каждую неделю сдавал машину в химчистку. Я говорю, чистите машину. Мне вот эти запахи, казались, они отовсюду просто летят, и это тяжело. Но забежала наперед, вы поняли, что второй раз у меня тоже был токсикоз, не очень приятный. Просто я, это была беременность без чистки, неподготовленная, внезапная, поэтому еще раз пришлось перейти через этот момент. Значит, придется третий раз почистить. Все. Анастасия, я теперь уже боюсь зарекаться, потому что тогда я сказала, мне кажется, на весь мир прокричала, прежде чем беременеть, я буду чиститься. Ну, вот видите, бывает так. Спонсор первого сезона нашего подкаста детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие и мягкие подгузники мгновенно впитывают, благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены, кожа малыша остается сухой и здоровой. Junis – это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне, на каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное. Если вас не устраивают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники Junis. Специально для наших слушателей Junis предлагает промокод подкаст Junis на скидку 10%, которая действует до 31 декабря 2021 года. Промокод и ссылка в описании подкаста. По поводу перестройки, это прям, знаете, такой отпуск очень с двусмысленным пониманием, что ты на отдыхе. Это вообще не отдых ни для кого. Абсолютно. Кстати, а интересно, почему вообще декретный отпуск? Ну, потому что ты отдыхаешь от работы, но не учитывая, что ты переходишь на более сложную работу. Если, допустим, среднестатистический гражданин у нас работает 8 часов, то здесь ты работаешь 24 часа со своим организмом. Когда ты спишь, когда ты ешь, происходит строение и прочие-прочие вещи. И самое, что интересно, они тебя меняют. То есть ты спишь, спишь, раз открываешь глаз, у тебя идут изменения без предупреждений. Это просто происходит в тебе все время. То есть представь, ты офис 24 часа в сутки. Вот, разумеется... И ты уже не спишь, как ты спишь, Настя, как ты любишь в своей любимой позе. Ты уже не ешь, что ты ешь. Ты уже не пьешь, как ты хочешь. Ты много чего не... При этом немаловажный момент это отношение женщин к беременности. Потому что есть категория барышень, которые думают, что это больничный, что ли. Ну вот как-то так к этому всему относятся. Тревожница, тревожница. Плюс еще есть категория врачей, да, которые также настраивают. Теперь, Юля Владимировна, вы там... И ты сидишь на это все, смотришь, ну, может, да блин. Я водила до последнего машину. У меня муж уже забирал просто ключи, все. Ну, не разрешал, потому что я говорила, Юля, кстись, пожалуйста. Ну, куда? Уже у тебя живот не помещается. Пожалуйста, хватит. Я ездила на велосипеде. Я... Ну, вот всякие физические активности у меня, они как были, так и были. То есть дело в отношении твоем еще. Я ни в чем себе не отказывала. Да, то есть ты, в принципе, продолжаешь жить. Просто, ну, как... Понятно, что в каких-то случаях ты приспосабливаешься к изменениям своим. Надо понимать, да, просто в каком ты состоянии входишь в этот беременный декретный отпуск. То есть если у тебя все классно, физически отличная форма, разумеется, у тебя меньше будет сбоев, потому что все хорошо функционирует в организме. Но не зря же есть вот эти дополнительные больничные беременным, потому что как раз-таки на моменте беременности у тебя начинают выявляться твои болячки, возможно, сложные места, которые будут тебя беспокоить. От этого беременность становится сложнее. Но опять же, это строение организма. Поэтому-то и дают все возможности подлечиться. И мы не забываем момент, что беременным много что нельзя. Конечно. Это же столько противопоказаний вплоть до того, что и зубы лечить с анестезией нельзя, да, то есть как бы, которые тебя могут беспокоить в этот момент. И разумеется, вот это все сгущает краски в сторону минус, да, то есть, но возвращаемся к исходной точке, это все зависит от твоего знаете, как вовремя проходить ТО. Как у машины, да, может посыпаться на дальние поездки, так и у нас. Очень дальнее, сложное путешествие, к которому было бы круто подготовиться и иметь запаску желательно. Да, это как ресурс витаминов и всего остального необходимого. Я пойду запишу спортзал, наконец-то, видимо, сейчас, после этого разговора. Обязательно. Кстати, Настя, это мощный стимул, могу сказать, для меня это сработало на отлично. Про свои беременности я говорю, это самое здоровое, самое продуктивное и комфортное время для моего организма. А, ты любишь природу, потому что вот эта вот энергия, которая в тебе пребывает, вот тебя тянет к природе, ты заряжаешься энергетикой, тебе иногда хочется выйти из сумасшедшего ритма, потому что второй человечек в тебе требует энергии, которую ты черпаешь извне. Б, это стимул здорово питаться, да, то есть ты контролируешь какую-то дозу кофеина, полезных веществ на каждом триместре и свой период, да, и третье, физическая активность, которая тебе необходима для комфортных родов. И вот, допустим, скажу по себе, я боюсь родов, в каком плане? Боюсь последствий, боюсь каких-то отклонений, и для этого я, что от меня зависит? Я постараюсь сделать все, что от меня возможно, по крайней мере, подготовить себя, ну, а там уже, ну, как будет, да, то есть тут сложно подгадать, но просто вот так пустить на самотек нереально. Поэтому эти вещи, если мы говорим о минусах, которые могут возникнуть и избить тебя с режима, есть и плюсы, если ты возьмешь все с умом и заведешь здоровые привычки. Я могу сказать, иногда это сохраняется, но, как показала практика, ну, максимум на полгодика после. В моем случае. Да, потом думаешь, уже можно. Ну, а давайте вообще, вот я выхожу в декрет, как изменилась моя жизнь? Раскройте мне это. Ну, понятно, кроме очевидных моментов. Настя, это зависит от тебя, кстати. Кроме очевидных моментов. А когда ты пошла в декрет? В какой момент пошла? За два месяца до родов? Ну, кстати, опять-таки, что мне интуитивно близко, что до последнего бы я не работала, мне кажется. Я бы, ну, как минимум, да, за два месяца вышла бы, да. Давайте вот. Я выхожу. Ну, ты закупаешь макраме, нитки для вязания, швейную машинку и занимаешься творчеством. Ты шутишь, надеюсь, да? Живопись по номерам. Да-да-да-да-да. Я не этого ожидала. Йога для беременных гамака. Ну, не, ну, я вот хотя бы такое что-то ждала. Ну, хотя бы такое. Ну, конечно, это всего полно везде. Ты слушаешь себя. Мы атрируем, конечно. Естественно. И занимаешься, и кайфуешь. Чего хочешь, то и делаешь. Самый классный период – второй триместр. Угу. Однозначно. Поясните. Тебя уже не колбасит в первом от токсикоза. У тебя еще нет пуза огромного. Ты прекрасно себя чувствуешь. Делай, что хочешь. Это какой месяц? Пятый? Четыре, пять, шесть. Четыре, пять, шесть. Они живут на три части. Мы эти девять месяцев владели. Первый триместр, первый, второй, третий месяц. Второй, третий, соответственно. Серединочка, короче. Серединочка золотая прям. Просто золотая. Будем знать. Поэтому, если ты будешь работать, ты можешь максимально комфортно себя чувствовать в этот период. И, кстати, врачи как раз-таки про этот семестр не ругаются и не критикуют полеты. Ну, массово. Можно еще куда-то. В принципе, можно и позже, но это нужно индивидуально уже получать инсультант. Юля, это уже твоя ответственность. А ты же говорила, что ты в шестом месяце, по-моему, путешествовала. Да, в шестом месяце я путешествовала по Индии, потому что получилось так, что мы вылетели из Таиланда в Россию и решили сделать небольшой такой вот туристический маршрут через Индию. Заезд на 100 километров. Да, это вот как раз маленький животик, отсутствие токсикоза, возможность путешествовать и, в принципе, почему нет. Да, вот для меня это был такой опыт. Могу сказать наперед, я безумно счастлива, что мы это сделали до появления ребенка. В Индию по нашему маршруту с ребенком я бы, наверное, не поехала, но особенно с маленьким. По факту ты была с ребенком, но в более удобных условиях. Однозначно, он был в защите, вот под защитой, под моей опекой. Ну, а новые впечатления, новые впечатления, активность физическая, и количество потребляемой воды от жары, это максимально то, что нужно беременной женщине. 100% для комфортного течения. Ну, и самое главное помнить, что? Что тебе все время будет хотеться писать, и нужно понимать, где ты это будешь делать. Впоед того, что проситься в квартире к чужим людям. Класс. У вас такое было? Да. У меня, да. Да. Это еще третье открытие сегодняшнего дня. Да. Я заходила, поглаживая животик абсолютно в любой бьюти-бар и говорила девочке. Пожалуйста. И очень понимающие, очень видят твой животик, тебя везде пускают, потому что, ну, это правда, да. Не говоря о том, что это, во-первых, небезопасно для малыша сдерживаться, во-вторых, ты просто, ну, ты себе не подвластен. Это не то состояние, когда, ну, сейчас доеду. Нет. Не доедешь. Настя, нет. Понял, принял. Запомнил. Ну, давайте. И третий триместр, как раз ты собралась в нем уходить в декретный отпуск. Ты уже устала. Ты уже такой, скорее бы, да? Да. И вот эта фраза, скорее бы, она с тобой день и ночь. День и ночь. Особенно на последние месяцы. Да, Юля? У тебя так было? Нет? У меня просто так было. Если вот ты заряжена, в принципе, ты максимально себе можешь делать комфортно. Я ходила в бассейн. Да, я тоже. А йодобромные расслабляться, это был кайф, это прям удовольствие. Это выезды на природу, когда ты сильно не запариваешься, на гамачке еще можешь там нюхать запах шашлычков и в то же время сделать все свои дела. Говоря про мулине и все остальное, это утрирует, что ты как раз-таки можешь позаниматься такими вещами, и которые требуют очень много времени, усидчивости. И вот, ну, правда, времени вагон порисовать, пораскрашивать, заняться интересным делом, походить на какие-то практики, которые не требуют твоего активного физического воздействия, да, то есть и это безопасно для тебя. По-моему, это классно, если ты входишь туда здоровым и полноценным человеком. Да, абсолютно. Это прям тот релакс, который тебя зарядит, и ты с моментом появления ребенка будешь испытывать меньше стресса, потому что ты не насладился, может быть, тебе даже поднадоест вот эта размеренность, спокойствие, и ты думаешь, ну, почему нет, это же здорово. Насытить себя максимально. Я тоже соглашусь здесь, Юля, я вот последние месяцы очень много гуляю. Я, в принципе, люблю ходить. И гуляла я вот до потери пульса просто. Постоянно я где-то ходила, бродила, мы ездили куда-то, горы, поляны, луга, океаны. Короче, полное слияние с природой максимальное. Ну, это прям очень классно. Это и классно, и полезно. Это тебя эмоционально расслабляет. И наполняет. Да, если ты понимаешь, что это же подготовка к родам. Чем более ты будешь такой наполненный, энергетически, ресурсный, то тебе будет легче, потому что работа предстоит сложная. Потом ты первый месяц не будешь полноценно так свободно кайфовать и гулять, куда-то переезжать. Но так как, знаете, как после отпуска. После отпуска мы все хорошо работаем, да, потому что мы насыщены впечатлениями, отдыхом, и это даже в кайф интересно. О, наконец-то. Но тут немножечко такой же принцип срабатывает. У тебя очень много новых сложных задач, но если ты полноценно себя подготовил, отдохнул, на какое-то время тебе этого ресурса хватит. То есть важно вот войти. Поэтому вот мы подошли к тому моменту. Вот он, откуда слово отпуск. Фигурирует в этом понятии. Ну, это идеальная такая ситуация, когда ты смог себе так действительно построить и отдохнуть в каком-то смысле. Ну, опять-таки, бывают разные ситуации. Есть смысл стремиться к тому формату, который тебе необходим, да. Если ты себе его задумаешь, Юля абсолютно правильно все говорит, то все сложится именно так, и ты будешь в этом графике восполняться, давать все по зажителю, и все. Красота. И считай дни до родов. Ну, приятно слышать. Подожди, Юля, мы не сказали самое главное. Что, что, что? Вот как хочется в туалет постоянно. Ты меня убьешь сейчас или нет? Нет, нет, нет. Это особенно где-то дней за 20 до родов, все же примерно понимают, когда примерно ты будешь рожать, начинается. Семья, родственники, близкие, дальние, знакомые, друзья. Ну, что? Ой, да. Каждое утро у меня начиналось с этого вопроса от огромного количества людей. Родила. И ты такая телефон выключила, положила, да? Практически так и было. Ну, потому что это невозможно. Я сама напишу, когда все случится, да? Вы поймете. А знаете, здесь же еще момент срабатывает. То есть это ты задумал, все посчитали твои 40 недель и день ожидаемых родов, да? Но сейчас сплошь и рядом, и это уже не какая-то кустарная информация, официальные источники, где 42 недели это тоже норма родить. Но у многих родственников есть понимание, что 40 недель и как бы все, и начинают бить панику. Не больше, не меньше, да? Что делают сейчас современные мамочки? Очень многие. Что? Да, они просто приписывают 2 недели. А, сверху. Конечно же. Ну, во-первых, есть доля мистики. То есть когда все ожидают определенное число, есть люди, которые, ну, скрывают важные моменты, потому что, ну, чтобы не сглазили там еще какую-то концентрацию внимания, да? Тут ты, получается, прибавляешься пару недель. У всех путаница в датах, да? То есть одна мамочка в понимании. Второй момент. Если ты перехаживаешь, ни у кого нет паники. В-третьих. Если ты, по идее, рожаешь раньше, ты избегаешь этих вопросов. Да, тоже нормально. Кстати, да. Кстати, прикольно. Видела, что многие женщины, это тоже из разряда женщины-волшебницы, рожают детей в свой день рождения. Вы слышали такое? Есть такие примеры, да. Так интересно просто, как это работает? Или это случайность? Я не знаю, как это работает. Я думаю, если ты не Киесарева, да, то есть которая заполнил роман рост, это действительно настоящий подарок тебе. Прикольно вообще. На этом все. Мы забыли о своем дне рождения, потому что, скорее всего, ты переключишься от ребенка. Ну, это прикольно, наверное, только в первый день рождения. Первые 2-3 года будут помнить о твоем дне рождения и поздравлять тебя, ребенка. Потом ты, когда будешь понимать, что ты обязан подготовить ребенку праздник, чаще всего мамочки жертвуются своим праздником для, собственно... Я всегда переживала обе беременности, чтобы мои дети, а, не родились в один день с кем-то из родителей, и б, в какой-то праздник. Ну, это вот история, да, там, 8 марта, 23 февраля, Новый год и так далее. Ну, это все, это хана. Дня рождения у человека нет, считай. Видите, я как обыватель. Я такая, ой, прикольно. А вы меня тут разложили, и я такая, не так уж это и хорошо. Слушай, у тебя здесь прямо на подкастах школа идет, да? Школа жизни, я бы сказала, да. Школа молодой, будущей мамы Насти. Ну, знаете, это уникальный, на самом деле, момент, потому что, ну, как, с кем бы еще бы, я столько бы говорила бы о беременности. Ну, Настя, мы видим в тебе, вероятно, наших слушателей, которые, может быть, как раз-таки, как и ты, в поиске информации, и как раз-таки параллельно с тобой мы расскажем... Это классная возможность, да. ...властие услышания, что думаем по этой теме. Слушатели, я от своего лица благодарю вас, как бы, за такой экскурс подробный. И местами страшный, но это жизнь. И очень классно, что ты задаешь много уточняющих вопросов, и мы раскрываем еще больше, может быть, грани всех историй. Потому что некоторые вопросы мне в голову не пришло задать, потому что ты уже немножко на другой позиции. Ты тоже тоже знаешь, знаешь, ну, опыт накоплен, как бы, идем дальше. А потом начинается... Точно, а еще вот это, и вот это, и вот так тоже. Ну да, да, много таких моментов, да. Так, есть у нас еще... Подожди, а мы вот остановились на моменте. Я родила, а что меняется дальше? Когда начинается отпуск по уходу за ребенком, это совсем другая история. Ну, кстати, вот интересный момент насчет того, что мужчины могут же уходить в отпуск за ребенком, но почему-то именно у нас в стране это не так, как будто бы используется, и даже моментами порицаются другими мужчинами. Что-то вы слышали про это? А мы только на начальной стадии этого пути, мне кажется. Потому что вот совсем недавно же ввели, что может папа уходить и получать, собственно, выплаты, определенные, да, по уходу за ребенком, официально с работы. Но интересный момент, какие папы готовы к этому выходу? Ну да, как будто бы не каждый папа может это сделать. Хотя почему? Вот поразмышлять логически. Это родной, такой же близкий человек, как мама. Та же генетика, да, те же хромосомы, собственно, присутствуют. Но момент... Ну такой технический момент может, мне кажется, наступить. Папы единственное, что не могут, кормить малыша. По сути, все. В моем понимании больше их ничего не отличает от мамы. Абсолютно. Психологически некоторые дети намного ближе связаны с папой, чем с мамой. То есть это особенность с рождения, а не тот, кто воспитывает. А здесь больше вопрос о том, готова ли мама... Оставить, да? Дать, да, дать папе полные бразды правления, потому что иначе папа не будет чувствовать себя полноценным. А мы в этом плане, Настя, еще такие балбеские. Ну, нам легче сделать все самой. Я все сама, да. Нежели объяснить, лишь на них несколько слов сказать и договориться с любимым мужчиной. А потом и... И потом не надо уже жаловаться на жизнь, на то, что вот он, косел, вообще мне не помогает. А что ты для этого сделала на старте? Да? Я вам рассказывала, попросила старшей дочери, мы только приехали из роддома, я мужа попросила поменять подгузник. На что мне было сказано, я не умею. Иди сюда, я сейчас научу. Я умею. Я умею, вот три дня как умею. Давай, поделюсь опытом. Вот здесь и возникает тот момент, что, но опять-таки я слышала, что как будто бы мужчины, они находят контакт с ребенком не с младенчества, как бы, да, вот как мамы, да, понятное дело. А там, когда дети становятся более, ну, повзрослее, там, два-три года. Это круто пропустить этот момент, когда реально нужно. Это очень удобно. Да, это очень удобно. Ну, то есть, опять-таки, женщина должна всеми как бы, ну, не то чтобы должна, но всеми какими-то правдами-неправдами дать понять, что это ок, что мужчина будет на таком же уровне помогать ей с ребенком. Но мне кажется, знаете, это из того же раздела, когда вы приходите домой, оба с работы уставшие, и встает вопрос, ты женщина, иди готовь, да. То есть, если в этом понимании ты берешь на себя всю ответственность и выполняешь все эти функции, понимая, что вы оба вымотаны, то мне кажется, в воспитании ребенка это, ну, плавно перетекающие ваши позиции. Если же вы оба приходите и решаете, а что лучше сделать, можно что-то приготовить, заказать, да, например, понимая, что оба уставшие, либо разделить какие-то функции и вдвоем ставить готовить, то, скорее всего, когда будет плакать малыш, вы тоже порешаете, кому сейчас объективнее всего. Допустим, могу сказать, я ночью не встаю, не встаю качать малыша, хотя он просыпается не так часто, по одной простой причине, я кормлю всю ночь, да, то есть, как бы какие-то моменты, и когда к утрам просто муж берет и час-полтора дает мне доспать, потому что разбитая ночь дает о себе знать. И это не потому, что я так поставила, или там муж радостный подскакивает и говорит, ой, ура, мой малыш проснулся. Это партнерство. Ты просто понимаешь, что это рациональнее всего, чтобы и я потом целый день могла с ребенком находиться, ну, и мужу, в принципе, не сложно, потому что он не отвлекается на моменты ночных кормлений. Вот как-то порешали. И тут то же самое, мне кажется. Тут просто вот партнерские отношения, либо вот какие-то ты женщина, ты мать, у тебя там заложено 10 терых, все рожали, в поле, давай сжигай по тому же пути. Ну, как-то так, наверное. Мы возвращаемся все к тому же методу рта и ушей. Ребята, давайте учиться разговаривать и договариваться на берегу. И я не считаю правильным, когда женщина взваливает все на себя, а потом бедняжечка всю жизнь причитает, как она несчастная, плохо и странно живет. Поэтому все в наших руках. Что касается мужчин и статистики по нашей стране. Новость свежайшая прилетела к нам из Башкирии, потому что именно в этом регионе нашей страны отпуск по уходу за ребенком до полутора лет оформили 424 мужчины. Ого! Ну, это прям нормальная такая цифра. И что тут еще немаловажно? Что у нас процент невысокий, то, о чем вы говорили пять минут назад. В целом по стране лишь 1-2% мужчин готовы взять отпуск по уходу за ребенком. Ну, а вот почему нет? Как будто бы... У меня почему-то сразу такое, что порицать могут другие мужчины, что это как-то феминно, а женщины наоборот будут поддерживать. Ну, момент неуверенности в мужчине. Значит, если для него важно, да, то есть на первом месте мнение, а не семья, гармония в семье. А второй момент для меня... Ну, вот у всех разное понимание работы, но я считаю, что с ребенком это намного сложнее работа. Если на самые тяжелые работы мы мужчин можем отправлять, то почему здесь какая-то вот иерархия выстроена по-другому? Ну, а кстати, а когда вот бывают такие ситуации, что женщина в данный момент занимает такую должность, где она может больше зарабатывать? И это чисто даже расчет может быть. Это адекватность. Вы двоить, как правило, как показывает статистика, очень много семей в связи с переездами, самостоятельностями не имеют поддержки бабушек и дедушек, которые на настоящий момент продолжают очень многие работать, да, то есть в силу там возраста, сдвига пенсионного, доходов и прочих вещей, да, то есть очень много семьи рассчитывают сами на себя. Поэтому тут смотреть по сторонам, кто что скажет, настолько нерационально. То есть люди, которые говорят со стороны, не пойдут тебе и не затарят продуктовую корзину. Тут нужно сесть друг напротив друга и объективно принять решение. Опять же, возвращаясь к Санкт-Петербургу и новостям моей подруги, могу сказать, так и получилось. Через полтора года вышла она на работу, так как у нее был стабильный, высокий доход, а папа, который также помогал с ребенком, имеет идеальный контакт, место детского частного садика, потому что они посчитали, что очень круто в таком возрасте быть еще в семье малышу, просто стала гулять на площадках. Могу сказать, через полтора года это очень адекватный ребенок. Это не малыш, ты которого няньчишь, это ходячий малыш, это уже немножко разговаривающий. Поэтому я бы не сказала, что нагрузка такая колоссальная. Отчасти это даже в кайф. Если вот так все складывается, и папа с удовольствием это делает, но это продуктив с двух сторон. И папа получает эмоции, и ребенок полноценное развитие, а мама почему нет? Мама счастливая, радостная, если работа в удовольствие приходит и радуется такой семье. Смотрите, у нас же есть целый, Настя, союз отцов. Да ладно? Да, у него есть председатель. И вот что этот прекрасный мужчина говорит. Мужчины готовы взять отпуск по уходу за ребенком, но это в исключительных случаях. То, как обстоят дела сейчас в нашей стране. Когда муж с женой договариваются о том, что не теряя работы, зарплаты и карьерных успехов у женщины, мужчина берет на себя такую обязанность и остается дома с ребенком. Но это не является каким-то трендом по воспитанию. Также по переосмыслению функций, ролей родителей. Это происходит исключительно из размышлений о бюджете, то, о чем сейчас Юля рассказывала. Многие мужчины на самом деле готовы пойти в декрет, но нужны какие-то дополнительные факторы. Это и популяризация отцовства в России, так, чтобы общественное мнение изменялось и на мужчину с коляской не тыкали пальцем и не смотрели на него квадратными глазами. Я, наоборот, умиляюсь всегда. Наверное, потому что я женщина. Нет, да мы с тобой умиляемся. А есть же группа людей, которые действительно будут... Да, друзья те же будут, я думаю, моментами как-то смеяться. На настоящий момент однозначно. У меня муж, когда приходит на детские площадки, например, он говорит, я почти всегда в окружении женщин. То есть нет, без осуждения, всегда с поддержкой, потому что мама, женщина, она знает, что это за труд и работа. Поэтому она с уважением относится к мужчине, который готов эти вещи сделать, потому что это сложно и непросто. То есть эмоционально ребенка поймать, уловить и настроить. Но, как показывает картинка мира на настоящий момент, по крайней мере, по анализу наших дворов, это явление не столь популярное. Это такие более редкие моменты. Ну, хочется, в общем, чтобы это больше и больше популяризировалось, и папы понимали, что ничего в этом предосудительного нет. Это же отпуск. И мамы тоже. Ребят, это же отпуск. Да, это же отпуск, точно. Давайте подумаем, сделаем какой-то вывод. Жизнь до декретного отпуска и во время него, она не останавливается, она продолжается. Там все хорошо. Просто слушайте себя, свое тело, интересуйтесь, договаривайтесь с собой, со своим партнером, и все будет очень, мне кажется, классно. Безусловно, это при нужном настрое, какой-то подготовке, это будет очень интересный классный период. Поэтому страшного ничего нет, реально жизнь продолжается. Мне кажется, я после каждой нашей темы говорю, жизнь продолжается. Жизнь, несмотря ни на что, настраивается. Да, грядут новые изменения, новые факты, которые будут менять, но это рост, ребят, это рост, который меняет тебя, статус, и в принципе расширяет твои возможности. Чем больше мы умеем и знаем, чем интереснее многограннее наша жизнь. И вы не знаете, как ваша жизнь сложится после декрета, и на какие новые совершения он вас вдохновит, этот отпуск и этот новый период? Ну, в общем, любите друг друга, любите детей обязательно. И это подкаст «О чём говорят женщины», мы ещё обязательно поговорим. Пока. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»